Приветствую вас. А вы вот сейчас хотите, чтобы мы вам порекомендовали что делать или что? То есть ну вот вы спрашиваете нас, как поступить. Вы хотите, чтобы мы за вас решили эту ситуацию или как? Если да, то, к сожалению, я должен вас расстроить. Психологи не дают советов и не могут брать на себя ответственность за решение клиентов. То есть мы можем помочь вам разобраться в ситуации, мы можем помочь вам лучше ее понять, например. Но решение принимают только вам. И я полагаю, что это совершенно однозначно, правильно и справедливо. Потому что если вы хотите жить счастливой жизнью, если вы хотите быть хозяйкой, например. Ну, самой себе, да, и соответственно нести ответственность за свою жизнь, то лучше, если вы будете сами принимать решение. Вы говорите о том, что у вас есть отвращение к мужу. И прежде чем принимать любое решение, я бы вам предложил бы выяснить, с чем связано это самое отвращение. То есть, как оно появилось, с чем оно связано и так далее. Быть может, можно еще что-то исправить, быть может, можно что-то изменить. Быть может, можно ваши отношения подкорректировать и так далее. То есть, это все нельзя отбрасывать со счетов. У вас же ситуация такая, что вы, знаете, либо-либо, то есть вы говорите, либо мы живем вместе и, ну, например, несчастливый, да, продолжаем быть несчастливым, несчастливым. Я, например, продолжаю быть несчастливым. Либо мы расстаемся. Но, на самом деле, это мир полимеров. Тот мир, в котором вы живете, мир полимеров. И если вы, скажем так, имеете какие-то чувства к мужу, или если вы, допустим, хотели бы сохранить семью ради своих детей, да, допустим. Ну, что, в общем-то, достойно того, чтобы это попробовать сделать, то нужно разобраться в природе вашего отношения к мужу и, значит, посмотреть, можно ли его исправить, можно ли его убрать, и вот уже тогда, когда будет понятно, можно ли это сделать или нельзя, вот уже тогда, я думаю, значит, и можно будет, значит, ответить вам на вопрос, что делать. Для детей, конечно, куда хуже, если вы находитесь в отношениях, допустим, с человеком, допустим, с отцом, да, с отцом детей, но при этом вы не счастливы, то есть дети чувствуют, что между вами есть какие-то трудности, это на них влияет, влияет достаточно негативно, очень негативно, я бы даже сказал. Вот, поэтому только ради детей, только ради детей отношения сохранять не стоит, только ради детей, потому что это принесет им только лишь еще больший негатив, негатив, и не даст им ничего хорошего, вот. Вы можете снять напряжение в вашей, ну, например, допустим, в семье, да, вот, если припримите какие-то действия по нормализации отношений с мужем, вот. То есть, например, расскажите детям, что происходит, грубо говоря, между вами, да, или если поговорите с мужем на этот счет, и выскажите ему, что, дорогой, вот так и так, вот, у меня к тебе появилось отвращение, и я сомневаюсь, да, в том, что мы с тобой можем, там, например, быть вместе, там, и так далее, вот. То есть, это честная позиция, которая в любом случае приведет к определенному результату, вот, который так или иначе покажет, готов ли муж делать что-то для того, чтобы ситуация нормализовалась или нет. Если не готов, если вы не видите, что мужчина готов что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась, вот, то в таком случае решение принимается достаточно однозначно, в том смысле, что вам, ну, нужно будет, по сути, действительно от него уйти в этом случае, ну, потому что смысла никакого находиться в отношениях с человеком, который, там, грубо говоря, не ценится, да, вас, не любит вас и не хочет ничего делать для того, чтобы отношения улучшились, нет. А детям от этого будет, как я уже сказал, то, то только хуже, вот, так что не торопитесь с принятием решения, вот, вы всегда успеете уйти, вот, вы всегда успеете это сделать, вот, семью разрушить, легко, достаточно, вот, куда сложнее, значит, семью сохранить, и, конечно, если вы ошибетесь в своем решении, то есть, если семью можно сохранить, а вы поспешите с принятием решения, то потом вы будете жалеть, и что наверное, что, наверное, что, наверное, самое главное, будете винить себя, потому что дети будут ваши из-за этого страдать, вот. Поймите, я не призываю вас к тому, чтобы вы терпели, да, вот. То есть, если вы чувствуете, что у вас обращение, терпеть это не нужно. Необходимо составить план, все-таки план действий, что вы будете делать, что вы можете сделать, для того, чтобы, ну, ситуация стала другой, да, чтобы она, ну, вот, чтобы она поменялась, вот. И, соответственно, если вы будете этому плану своему следовать, да, если вы реализуете его, то, по крайней мере, вы будете знать, что вы попытались, что вы попробовали, ну, да, у вас там не получилось, например, но это зависит, например, не только от вас, да, но еще и от, от вашего мужа, от его усилий, от его действий, от его отношения, от его желания, ну, вот. Ну, и отращение, собственно говоря, у вас ведь тоже появилось не на ровном месте, вот. Если оно появилось у вас само по себе, да, это, скорее всего, ваша проблема. Отращение не всегда, не всегда связано с отсутствием чувств, это тоже нужно понимать, вот. Отращение, оно связано с изменением, скорее, вашего эмоционального фона, вот. Вот это, об этом скорее речь, но ни в коем случае не существует. То есть, мужчина мог, например, вас обидеть чем-то как-то, да, мужчина мог там, грубо говоря, не знаю, поменяться, да, стать другим. В результате чего у вас, соответственно, появляется к нему отвращение, вот. И это в целом нормально, это в целом нормальное явление, вот. Но вопрос в том, вопрос в том, высказываете ли вы ему свои претензии, говорите ли вы о том, что вам не нравится, понимаете, и как он, собственно говоря, ну, на это реагирует. Да, то есть, прислушивается ли он к вам, не прислушивается ли он к вам, и так далее, вот. То есть, это вот тот самый аспект, который является ключевым. На этом все, значит, еще раз хотел бы сказать, чтобы вы не торопились с принятием решения, вот, всегда успеете вы развестись, вот, с мужем тут как бы проблем нет. Я желаю вам всего самого доброго, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, и, соответственно, то, что вы задаете такой вопрос, говорит о наличии у вас противоречия. Соответственно, противоречия – это то, что нужно вам в первую очередь снять, чтобы вы смогли самостоятельно принять решение. Только ваше решение сможет сделать вас счастливой, и ваших детей тоже. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok